МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгострой на улице Петухова, 1Б, сдадут в июле. В проблемном доме заканчивают отделочные работы и ждут поставки лифтового оборудования. После этого дом сдадут в эксплуатацию и больше 130 дольщиков заселятся в новые квартиры. Как идут работы, сегодня лично проверил мэр. Сколько еще долгостроев сдадут в этом году, узнала Ксения Ануфрева. Директор предприятий улыбается больше. Повод улыбаться у директора подрядной организации существенный. За год дом на Петухово изменился до неузнаваемости. Новый застройщик пришел сюда в 2016-м, а до этого 6 лет объект был заморожен. Практически все работы заканчиваются. Были сделаны все фасады, внутренняя отделка, внутренние инженерные коммуникации, ИТП, наружные сети. Сейчас буквально ждем в течение 10 дней поставки лифтового оборудования, что, собственно говоря, уже окончательно позволит смонтировать лифты и ввести дом в эксплуатацию. На то, чтобы достроить проблемный дом, не хватало 75 миллионов рублей. Но сдольщиков не взяли ни копейки. Застройщик заканчивает работы за свой счет, а параллельно возводит соседнюю высотку. Здесь для подрядчика предусмотрены дополнительные квадратные метры в качестве бонусов. Было тогда принято, Антолий Евгеньевич, решение, чтобы проговорить с предприятием, которое ведет строительство, чтобы комплекс складывался, помочь предприятию-застройщику, которое остановило, темп строительства совершенно упали, помочь перехватить этот объект и за счет общей экономики довести объект до ввода в эксплуатацию в 2017 году. В городе остаются 42 долгостроя, и единого механизма по решению проблем обманутых дольщиков не существует. В каждом конкретном случае приходится искать свои пути выхода из ситуации. Динамика такая, она немножко уменьшается. Не потому, что мы меньше внимания уделяем этой проблеме, мы не меньше, мы гораздо больше приходится уделять внимание проблеме обманутых дольщиков. Но те объекты, которыми мы сегодня занимаемся, они значительно сложнее, чем те, которые мы сдавали в прошлом, позапрошлом году. Несмотря на то, что сдавать долгострои в городе становится все сложнее, закончить до конца года планируют 10 проблемных домов. 136 собственников квартир на Петухова смогут отпраздновать новоселье уже этим летом. Ксения Ануфриева, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Знаменитые Сан-Дуны откроются в Новосибирске уже этой зимой. Инвестор по соглашению с муниципалитетом полностью реконструировал здание бани на улице Каменской. Сейчас идут отделочные работы. После открытия новая баня будет принимать гостей по обычным для города ценам и по льготному тарифу. Анна Гурьянова узнала, как идут работы и когда откроются Федоровские бани. Первый этаж новой бани украшают стильной керамической плиткой. Здесь будут отделения второго разряда. Выше этажом – отделение и классом выше. Стены и пол там оформят мрамором. Пожалуй, это единственное отличие. Сервис, а самое главное – пар для всех будут одинаковыми. Цена будет не московская. Все время люди переживают, что будет цена, как в Москве. Ничего подобного. Мы живем в Новосибирске, мы живем в реалиях. И цены тоже будут реальны. Баня номер 8 была построена 80 лет назад. За эти годы на стенах появился грибок, ведь в здании не было никакой вентиляции. Сгнили несущие перекрытия, начали проваливаться окна. По условиям соглашения с частным инвестором ремонт он взял на себя. После открытия баня останется в муниципальной собственности, но 35 лет будет приносить доход инвестору. С момента открытия цендуны будут принимать и льготников по единому городскому тарифу. Концессионное соглашение предусматривает не менее одного дня в неделю льготные цены, точно такие же, как утверждены тарифной комиссией мэрии, то есть 105 рублей в час. Первоначально вклад в реконструкцию должен был составить 140 миллионов рублей. Из-за плачевного состояния здания расходы увеличились до 250 миллионов. Но, тем не менее, ремонт идет с опережением графика. Цендуны должны открыться к Новому году. В это же время любители пары и веника, возможно, примут и федоровские бани. Когда приступили к строительным работам, выяснилось, что фундаменты уже не выдержат ничего. Там было очень много подмытий и было принято решение изменить условия договора, поэтому начали искать нового инвестора. Проект обновленных федоровских бань включает в себя более тысячи квадратных метров на первом и втором этажах, которые принадлежат муниципалитету. Там расположится общественное отделение, где тоже будет действовать льготный городской тариф. Анна Бурьянова, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. В городе растет доля малого и среднего бизнеса. На таких предприятиях трудится 40% рабочего населения города. Мэр Новосибирска сегодня встретился с предпринимателями. Налаживать бизнес-диалог крайне важно. У предпринимателя появляется возможность открыто с открытой трибуны задать вопрос мэру города, для того, чтобы очень часто предприниматели не могут решить вопросы где-то там на местах и так далее. А эти форматы способствуют именно и главе города услышать обратную связь, то, чем живет сегодня предпринимательское сообщество, и понять, какой сегодня вообще принципиативный климат в нашем городе. Муниципалитет помогает городскому бизнесу с разных сторон. Проводит семинары и тренинги, предлагает бесплатные консультации специалистов. Также осуществляет и финансовую поддержку. Но главным приоритетом муниципалитет считает не просто дать бизнесу денег, а создать для предпринимателей комфортные условия. Например, научить взаимодействию с торговыми сетями или выиграть тендер. В конечном счете все вложения окупаются в виде налогов, которые пополняет бюджет Новосибирска. Накануне Дня защиты детей в сквере Монумента Слава открыли памятник малолетним узникам фашистских концлагерей. Над проектом работали 4 года. На изготовление и установку символической арки потребовались немалые средства, но память бесценная. На открытие, несмотря на тяжелую болезнь, пришел и автор, скульптор Александр Бортник. Его творение особенно растрогало свидетелей страшных событий прошлого. Арка памяти детям-узникам фашистских концлагерей открыта для новосибирцев. Для новосибирцев. И благодаря новосибирцам увековечена еще одна трагическая страница Великой Отечественной войны. Общими усилиями с грантовой поддержкой на памятник малолетним узникам собрали больше двух миллионов рублей. Открывают символическую арку возле Монумента Славы накануне Дня защиты детей. Детей среди собравшихся много. Именно к ним с воспоминаниями обращаются свидетели печальных событий. Нина Николаевна вместе с сестрой и братом в фашистском лагере оказалась в два с половиной года. Она до сих пор детально помнит, как у нее брали кровь, как в конце войны приходилось работать на немецких помещиков. Узников не кормили. Приходилось попрошайничать. Рады были этим кожуркам без мест. Ой, слов нет. Как все это вспоминаешь, что мы прошли, не дай бог никому, этому поколению, чтобы ничего, только мирного неба над головой. Памятная арка как символ страданий и украденного детства. Она будто портал между прошлым и настоящим. Связь времен, чтобы помнили. Замысел скульптора Александра Бортника понятен сразу. Сразу, без нареканий. Художественный совет города принял проект, что бывает редко. Это действительно сильная идея, очень хорошее художественное качество. И, ну, по-моему, он никого равнодушным не оставляет. Этой темой занимаюсь всю жизнь, честно говоря. Когда вот 25 лет жил в Питере, потом в Новосибирске. Ну, единственное, вот я заболел чуть-чуть, но я думаю, что, может быть, все нормально будет дальше и будем работать. Чугунная арка с едва заметными лицами. Силуэт человека, измученного голодом. Латунные игрушки, висящие на цепях. Для кого-то это символы. Для малолетних узников, которых сейчас называют бывшими, все это реальность, хоть и далекого прошлого. Алексей Фазлеев, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Как человек отражается в окружающих его вещах? И как неброские предметы быта становятся историей не только человека, но и целой страны? Об этом предлагает поразмышлять фотохудожник Павел Мирошников. В художественном музее открылась его выставка «Музей моей тетушки». Главный герой на фотографиях – Таисия Ермолаевна Ковалева, 90-летняя тетя фотографа. Что заставило автора выставки поделиться со зрителями частью своей семейной истории? Об этом у Павла Мирошникова узнал Станислав Якушевич. Фотоистория, вспоминает Павел Мирошников, возникла случайно. Все началось с советских открыток 50-х годов. Я открыл, и мне было очень интересно, я разместил, сфотографировал и разместил в интернете. И все написали, вот скажите, там, наверное, еще что-нибудь есть интересное. Я говорю, ну давайте, я буду фотографировать. И постепенно я стал фотографировать, и как-то так увлекся. Погружение в мир вещей обернулось, по словам автора, путешествием в глубины семейной истории. Поэтому на выставке вместе со снимками Павла Мирошникова работы неизвестных фотографов. На старых семейных фотографиях те, о ком сам Павел почти ничего не знал. Есть слово, да, родовой код. Вот это буквально были такие вещи, потому что я очень много узнавал о своей какой-то старой родне, да, там. То, что, ну, вроде бы в простой жизни меня это не особо бы интересовало. И работая с вещами, я вдруг начал понимать, что этот человек собирал не просто вещи, да, а он собирал какую-то историю, какую-то память. К экспонатам импровизированного домашнего музея, в котором нет ни системы, ни какой-то магистральной темы, фотограф подошел максимально бережно. Снимая коробки со старыми лампочками, почетные грамоты, удостоверения, открытки и конверты, пластинки, автор старался не передвигать их или аккуратно возвращал на место. Постепенно пришло понимание – это хаотичное собрание предметов, инструмент сохранения памяти, личной и целой страны. Вещи – это то, что мы относим к микромиру, да, микроистория, моя личная биография. Но через эти вещи открывается очень большая бесконечная история. Вот именно это мы и хотели донести. Конечно, присутствует на выставке и сама Таисия Ермолаевна. Хозяйке бесчисленных артефактов она почти на всех снимках, а также на выставке представлены фрагменты ее воспоминаний, бережно собранные племянником. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. В Новосибирске начался турнир юных шахматистов «Шахматная королева». Это состязание традиционное и проходит уже в 23-й раз. Турнир дает возможность не только занять какое-то свое свободное время, но и добиться хороших результатов, на самом деле выйти на «Шахматный олимп». А на самом деле город Новосибирск – это город шахматный. Здесь очень много клубов, которые занимаются шахматами, очень много тренеров. В этом году участвует рекордное количество юных спортсменов – около 170 шахматистов до 2003 года рождения. Будущие гроссмейстеры соревновались в быстрых шахматах. Это вид игры, где на партию даются всего 10 минут. В свое время на этом турнире выступали именитые спортсмены – два новосибирских гроссмейстера Малетин и Бочаров и чемпионка мира по шахматам Вера Небальсина. И сегодня же в городе стартовал сезон бесплатных занятий физкультуры в скверах и парках. Занятия ведут заслуженные тренеры и мастера спорта по индивидуальным методикам, причем в удобное время и в самых удобных местах. Как заниматься своим здоровьем на свежем воздухе и совершенно бесплатно, расскажет Александра Медведенко. 9 утра. Одни спешат на работу, другие неспешно собираются в Первомайском сквере. Сезон оздоровительной гимнастики стартует. На улице плюс 7 и моросящий дождь, но такая погода скорее плюс для оздоровительной гимнастики. Свежий воздух хорошо влияет на дыхательную систему, а прохлада даже закаляет организм в целом. Владимир Ефремов по собственной методике 13-е лето подряд проводит бесплатные занятия в Первомайском сквере. Проблема в заливности позвоночника, в принципе, случается у многих. Собаки, кошки все время его вытягивают. И вот благодаря этой системе, в принципе, мы научились тянуть позвоночник и стоя, и сидя, и лежа. То бишь и на ковриках, и без ковриков. Ну а потом, в принципе, мы попробуем укрепить мышцы с помощью гантелей, резины. Занятия в Первомайском сквере каждую среду в 9.30 утра. Еще одно вечером того же дня в полшестого на аллее улицы Вертковской. Движения простые. Результат заметен уже через несколько занятий. Такой-то период был, что у меня даже было, я ходила с росточкой. Был хамдос, ну всякие такие вот были. А сейчас, конечно, видите, жизнерадостные. Получаем удовольствие, энергию, сила, бодрость. Для тех, кто хочет заняться укреплением и тела, и духа, 7 июня в Нарымском сквере стартуют занятия по ушу. Мы проводили занятия в Нарымском сквере для взрослых людей. Цигун и тайзи-сюань. Это дисциплины тоже из ушу. Медленные, плавные, спокойные движения с дыханием, с энергетикой. В общем, такая интересная вообще система. Привлеклось очень много людей. Ходили, занимались с удовольствием. Части из них даже пошли в группы нам дальше заниматься. А в этом году мы хотим продолжить это и добавить детские занятия. Ни на оздоровительной гимнастике, ни на ушу дорогой инвентарь не потребуется. Главное – удобная одежда и свободное время. Александра Медведенко, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Поклонники мини-футбола в эти дни внимательно следят за выступлением клуба «Сибиряк». Началась серия игр за бронзовую медаль чемпионата России. Сражаться приходится из последних сил, а настроиться помогает полный зал болельщиков. За игрой наблюдала Вероника Иванова. В то время как две московские команды «Дина» и «Динамо» начали финальную серию в чемпионате России, в столице Сибири сражаются за бронзу. Мини-футбольный «Сибиряк» встречается дома с «Газпромом Югрой». Ажиотаж среди болельщиков к началу серии настолько высок, что даже пришлось приостанавливать продажу билетов в интернете, чтобы повысить шансы поклонников мини-футбола попасть на матчи. Мы всегда всей семьей, мы практически ни одного матча не пропустили, всегда болеем. Мы очень сильно переживаем, но сохраняем надежду, веру. И не сомневаемся, что в итоге гронза будет наша. Колоссальной поддержке позавидовали даже соперники. Однако аплодисменты новосибирских болельщиков не помешали Югре забить четыре мяча в ворота нашей команды. Подопечные Евгения Куксевича в свою очередь подарили залу лишь три гола. В частности, на поле Сибиряку не хватает травмированного бомбардира Лео Сантаны. Равноценную замену в команде найти сложно. Мы сегодня, наверное, сильнее были целостной игрой такой командной. То, что мы выдержали, первый тайм выдержали, потому что Сибиряк очень сильно давил. Ну и во втором гнули свою линию. В таких утешительных финалах Сибиряк участвует уже в шестой раз. Чаще других команд Суперлиги. Поэтому как восстановить силы к решающим матчам в команде знают. Главное – победный настрой. Мы будем биться до конца и здесь, и в Егорске. Третье место – это очень почетно, так что тут даже не о чем говорить. Как говорится, весь сезон играли на хорошей ноте. Надо закончить на мажорной ноте, так что будем идти вперед, побеждать и занимать третье место. Серия будет идти до трех побед. После двух домашних матчей предстоит как минимум еще одна встреча с «Газпромом». Уже на площадке противников в Егорске. Вероника Иванова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Будьте в курсе всех событий. Слушайте радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Завтра в 6 вечера в программе «Вечерний разговор» с Артемом Роговским. Руководитель аналитического отдела портала «Тайга.Инфо» Алексей Мазур обсудит, нужен ли Новосибирску 4-й мост в том месте, где его планируют. Также полезная и интересная информация на сайте nsknews.info. На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин